В те годы Али проиграл в бою за звание чемпиона мира Джо Фрейзеру, которому уступал и Джерри Квари. С Али уже встречался Квари, он прекрасно знает, что нужно делать. Нужно отрезать Али от пространства, нужно прижать его к канатам и там попытаться своим мощным левым крюком поставить точку в этом бою. Но, легко сказать, гораздо труднее сделать. Али прекрасно двигается на ногах, легок, свеж, руки опущены вдоль тела, он расслаблен, абсолютно расслаблен и очень жестко бьет. Бьет жестко и резко. В быстроте реакции Джерри Квари ему безусловно уступает. Но вот в силе он может поспорить и здесь его шанс. Но смотрите, смотрите, что творит Джебом своим левой рукой Мохаммед Али. И вот сейчас началось для зрителей настоящее шоу. Приглашает Али наступать к Джерри Квари. Джерри Квари к этому готов, но понимает, что вабанг идти против Али это смерти подобно. Однако Квари опасен. Он опасен в его кулаках, просто пудовые гири. Знает это Мохаммед Али, но настолько он здорово готов к бою, что в ринге может позволить себе все, даже такие танцы. Застыл Квари, немедленно выскочил Мохаммед Али и нанес два точных удара. И легко ушел от удара в Квари, приглашая его действовать. Мол, бей меня и посмотрим, кто из этой рубки выйдет победителем. Али во всей своей красе. А Квари демонстрирует настоящий бойцовский дух. Ирландец Квари показывает, почему он любим зрителями. Потому что он никого не боится и стремится на вершину, пусть не самый талантливый он в супертяж, но трудолюбивый и пробивной. Это отличало и его братьев, также профессиональных боксеров, Майка и Роберта Квари. А тренировался, кстати говоря, Джерри под руководством своего отца, Джека Квари. Такая вот династия. Джордж Форман как-то сказал о Джерри Квари, и эти слова очень точны. Он величайший боец из тех, кто никогда не становился чемпионом. Это истинная правда. Не суждено ему было выиграть ни одного титула в профессионалах. И тем не менее, он был невероятно знаменит и популярен. Он закончил карьеру, чуть опережая события, скажу, в 75-м году после поражения нокаутом от Кена Нортона. Ну вот смотрим, шестой раунд, и Али начинают бить. Он уже не парит, он настроен, нацелен на удар. Так было и в их первом поединке. Посмотрите, насколько он быстр. Снова, снова рассечение у Квари. Мощнейшие удары Али. Они очень короткие, их почти незаметно, а тем более сопернику. Но они доставляют столько неприятностей. Такую боль Джерри Квари в данном случае. Но он терпит. Он терпит и не замечает боли. Спустя 2,5 года после проигрыша Кену Нортону вернулся в ринг. Джерри Квари провел бой против Лоренцо Занона. Победил его нокаутом. Затем в 83-м еще 2 боя. Снова 2 победы. И в 92-м, в возрасте уже 47 лет, он провел еще один поединок, уступив 6 раундов. 66 боев на его счету. 53 победы, 32 нокаута, 9 поражений и 4 ничьи. Таков послужной список супертяжеловеса ирландца Джерри Квари. Ну, ирландец это прозвище. Он из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Его манера ведения боя, агрессивная, наступательная, привела к тому, что очень много он пропускал ударов, и они сказались. Он ушел из жизни в 99-м году в возрасте 53-х лет. И был организован фонд Джерри Квари для пострадавших от травм мозга. Фонд существует и до сей поры. А сейчас мы наблюдаем неприглядное зрелище для Джерри Квари, для его поклонников. И зрелище, которым можно наслаждаться. Зрелище для гурманов бокса, если смотреть только на Мохаммеда Али. Да, Квари все еще опасен. Он может огрызаться, он может даже попасть. Но в поединке против Мохаммеда Али этого мало. Размоталась лента на перчатке Али. Однако это никого не беспокоит, даже рефери. Он так и не попросит отрезать, либо замотать обратно эту ленту. И продолжает свое дело Мохаммед Али. Выглядит Джерри Квари с шестого раунда как спарринг-партнер. Не больше того. Сколько он напропускал в этом бою, эти удары тоже скажутся. Эти удары скажутся на продолжительности жизни Джерри Квари. Но в этом компоненте они с Али в чем-то схожи. Али также выходил и совершенно напрасно на, пожалуй, где-то пять последних своих боев, которые и привели Мохаммеда Али, великого Мохаммеда Али, к болезни Альцгеймера. Закончен шестой раунд. Джерри Квари очень устал. Очень устал, но не в его традициях, не в его характере было сдаваться. Он выйдет, выйдет на седьмой раунд. Как он дышит. Он еле передвигается. Но после того, как у него спросили, может быть, прекратить это все, он сказал нет. А Мохаммед Али свеж, готов к тому, чтобы продолжить поединок. Он в прекрасной физической форме. На Джерри Квари без слез не взглянешь. Получает он наставление. Но что можно сказать? Что можно сказать бойцу, который столько пропустил ударов от самого Мохаммеда Али? Он закрывается, Али бьет, даже как не на тренировке. Он бьет, не встречая сопротивления. И репери делают правильную вещь. Он прекращает поединок. Он прекращает поединок. Снова показывает, что недоволен. Недоволен Джерри Квари. Но это избиение нужно было прекращать. Джерри Квари впоследствии провел несколько поединков. В некоторых смотрелся очень ярко, например, победив Эрни Шаверса нокаутом в первом раунде. Но были у него и поражения. Такова вкратце драматичная история супертяжа Джерри Квари.